Мы рады приветствовать вас. Дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной программе, посвященной изучению Библии в рамках субботней школы. Мы продолжаем исследование темы Великой Битвы между Богом и Дьяволом. И сегодня исследование этой темы, я уверен, что поможет нам не только лучше познать Бога, но и Его волю в отношении меня и каждого из вас. Очень хотим, чтобы эту волю познали и наши близкие, наши друзья. Поэтому призываю вас быть не только зрителями, но призываю вас активно делиться просмотрами этой и других христианских передач со своими друзьями, со своими родственниками. Помните, что ваша активность в интернет-просторах способствует расширению круга людей, которые могут посмотреть эту передачу. Поэтому нажимайте кнопку «Нравится», «Поделиться», «Подписаться» на этот канал. Пишите в комментариях, откуда вы смотрите эти передачи, ваши отклики на услышанное. И пусть жизнь наших близких станет ближе, лучше, когда они станут ближе Господу. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, семья Булгак, пастор церкви Руслан и его супруга Татьяна. Добро пожаловать! Здравствуйте! Мы рады, что вы нас пригласили. Прежде чем мы обратимся к страницам Священного Писания, приглашаю вместе с нашими друзьями попросить у Бога мудрости и руководства в исследовании Его Слово. Помолимся! Отче наш, мы благодарим Тебя, что Ты являешься тем, на кого можешь положиться. Благодарим Божию Тебя за то, что Ты даешь нам силы и возможность идти дальше. Благодарим, что Ты наш Творец, Ты тот, который нас искупил. И в эти часы, Боже, просим, Ты будь с нами, дай нам мудрости лучше и глубже понять ту истину, которую Ты нам хочешь раскрыть. Помоги нам увидеть Тебя в этих словах на страницах Библии. Ты работай и находись рядом с нами. Будь прославлен. Аминь. Аминь. Тема великой борьбы настолько важна для адвентистов, что одну из своих догм, своих пунктов вероучения, они посвятили и обозначили великая борьба. На одной из передач я задал вопрос у пастора адвентистской церкви, что значит, что в имени в твоем, что значит значение слова адвентисты. И гость рассказал о том, что адвентисты — это люди, которые верят и надеются, что Христос придет во второй раз и проповедуют об этом. Но вторая часть названия — седьмого дня. Эту часть вопроса я хотел бы адресовать вам. Что значит седьмого дня? И какое значение вот этот седьмой день имеет в вашей личной жизни или в жизни вашей семьи? Подобно тому, как имя открывает идентичность человека или показывает идентичность человека, точно же так же можем сказать, что седьмой день показывает нашу идентичность в том плане, чьи мы, откуда мы произошли и кто дал нам начало. Поэтому адвентист седьмого дня — это человек, который признает Бога своим Создателем, которому он поклоняется, признает его своим Творцом, поклоняется ему и указывает своим именем всему миру на то, кто является Творцом и кто достоин поклонения. А седьмой день — это воскресенье? Ну, некоторые думают, что да, но Библия говорит о том, что седьмой день — это суббота. Начиная считать в Библии, когда мы начинаем читать первую книгу «Бытие», написано, что был первый день, второй день, третий день, четвёртый, пятый, шестой, и когда уже доходит до седьмого дня, он говорит, что это день Божий. Седьмой день — это последний день недели, который завершается тем днём. Но не все понимают этот день, принимают как субботний день. Но если идти по библейским стихам, седьмой день — это суббота. По Библии седьмой день — это суббота. А говорит ли, есть ли в Библии повеление о том, что нужно этот день каким-то образом выделять или отмечать? Или это связано с национальной принадлежностью или с традицией семьи? Что является основанием того, что вы этот день выделяете от других и каким-то образом по-особенному соблюдаете? Как уже было сказано, основание для соблюдения этого дня является вот эта вот общая база, общая платформа, что мы сотворены Богом. То есть ничего общего с национальностью, с принадлежностью к какой-то особой группе людей они имеют, поскольку она была дана каждому человеку, а каждый человек сотворен Богом. Одна из заповедей, десяти заповедей Божьего закона говорит о субботнии. О том, что Бог Творец, и мы, если любим Творца, Тот, Который нас сотворил, мы будем приходить в день субботний для того, чтобы поклоняться Ему, выражать свою любовь, своё уважение, своё отношение к Богу тем, что мы будем приходить в субботу к Нему на поклонение. Часть адвентистов, которые соблюдают субботу, которая основана на повелении десяти заповедей, обвиняют в законничестве. Поскольку одна из заповедей о субботе, и адвентисты даже в своём названии это подчёркивают, то бытует мнение о том, что адвентисты законники, потому что так стремятся исполнить закон, что даже вот эту заповедь выделяют. Не является ли это законничеством? Когда-то нынешние адвентисты старались, если так можно сказать, придумать, как они будут называться. И как вы уже ранее подчеркнули, адвентисты — это вера в пришествие Иисуса Христа, седьмого дня — это соблюдающий библейскую субботу. Но это совсем не означает, что в наших пунктах вероучения есть только два пункта вероучения. Это всего лишь указывает на то, что именно эти два пункта являются какими-то особенными, которые на фоне всего христианства отличают. И поэтому, когда адвентисты проповедуют о Божьем законе, о соблюдении субботы, конечно, есть риск, что их посчитают, что они слишком большой акцент ставят на это. Но они делают это не потому, что они стараются показать, что спасение достигается, соблюдение субботы, но лишь показывают тем, что есть вещи или есть истины, которые остались забыты или которые в пренебрежении остались, и они пытаются эти истины до людей донести. Но это очень часто, как было сказано, воспринимается как попытка заработать себе спасение. Вот это и есть законничество. Любое правило, которое ты соблюдаешь для того, чтобы спастись с соблюдением этого правила или этого закона, считается законничеством. Адвентисты — незаконники, адвентисты проповедуют о законе. Они проповедуют и о четвертой заповеди в том числе, в заповеди о субботе, потому что они покоятся в этот день от своих трудов и потому что они покоятся в уверенности, что Иисус их спаситель. Вот в этом их покой заключается. А спасет ли человека соблюдение закона и, в частности, субботы? Когда мы читаем Священное Писание, в том числе и заповедь о субботе и закон, то написано «в шесть дней Бог создал». То есть подчеркивается не то, что человек делает для своего созидания, а то, что Бог сделал для его созидания. Когда мы читаем начало с десяти заповедей, там написано «Я Бог, который вывел тебя». Показывается спасение как действие Божье. И даже в книге Второзакония, где повторяются десять заповедей, написан другой мотив для соблюдения субботы. Написано «Ибо, чтобы ты не забыл, что я вывел тебя из рабства, я тебя освободил, я тебя спас». Иными словами, поэтому закон и суббота не спасают человека, а спасение совершает Бог. А мы чтим этот день в знак того, что Бог и сотворил нас, и Он наш Спаситель. Если закон не спасает, если соблюдение субботы не спасает, то какими и почему должно быть отношение верующих христиан к закону Божьему? Мы этим показываем, как мы относимся. Бог сам нас спасает, Бог нас выбирает, Бог нам дает руку свою, чтобы нас вывести и нас вести дальше. Но и мы со своей стороны должны показать наше отношение к Богу. И если мы соблюдаем субботний день, приходим для того, чтобы поклониться Богу, отделяем этот день, оставляя всё то, что нас тревожит, оставляем, приходим к Богу, мы показываем, что мы на Его стороне. И ещё то, что мы, оставляя всё в стороне и работу оставляя, за счёт чего мы живём или зарабатываем деньги, мы всю неделю работаем, чтобы заработать, для того, чтобы обеспечить себя всем тем, что нам необходимо. Но мы один день не работаем, показывая тем, что мы, Боже, оставляем всё в твои руки, отдаём твои руки. И если мы в этот день не будем работать, мы уверены, что ты всё равно сделаешь всё, чтобы мы имели дальше на пропитание, на жизнь. Ты нас не оставишь и будешь с нами дальше рядом. Человек оставляет свои усилия, чтобы быть независимым, а полностью отдаётся в руки Божьи. Что, на Ваш взгляд, и согласно Священному Писанию, является истинным, может быть, истинным мотивом для соблюдения заповедей Божьих? Любовь. Если я люблю человека, семья, скажем, муж и жена делают в браке всё не потому, что они должны это делать, потому что меня заставляют или я обязана это делать, но потому что я люблю своего мужа, своих детей люблю, и я проявляю любовь в заботе о детях. Так же и Бог. Если я люблю Бога, и я не только говорю Богу «Боже, я тебя люблю», но я проявляю свою любовь в делах, то, что я прихожу к нему, что я доверяю Богу, оставляю всё, что меня тревожит, то, что меня в какие-то тиски сжимает. Но оставляя всё, я прихожу Богу, показываю свою любовь, что я люблю тебя. Но некоторые люди соблюдают какие-то законы, боясь последствий из-за страха. Это, например, наказание, штраф или ещё что-то такое. И это побуждает человека особенно трепетно соблюдать какие-то предписания или правила дорожного движения, и это другие. И в итоге человек соблюдает их. Он боится, он соблюдает. Вы говорите о любви. А какая разница, что движет человеком в соблюдении закона, если в конечном итоге он будет соблюдать эти нормы или принципы, или страх и любовь? Что это меняет? Скажем, вот о краже. Человек в заповедях написано «не кради». Человек может не красть не потому, что он не хочет того, что есть у другого, но не крадёт только потому, потому что знает, что за этим будут внести наказание. Или он обижает другого человека, не обижает другого человека, не потому, что он любит того человека, но просто боится последствий того, что может, к чему может привести. Но любовь к Богу, она не связана с тем, что мы боимся каких-то наказаний со стороны Божьей, Бога. Но мы настроены на то, что Бог нас любит, что мы показываем свою любовь или относимся к Богу так, потому что мы любим Его. Не делаем, потому что Бог нас заставляет, а делаем, потому что мы хотим это сами делать. Ещё есть такое выражение «делать по минимуму и делать по максимуму». Когда человек боится, он делает минимум столько, сколько, чтобы не быть наказан. Когда он делает по максимуму, он делает намного больше. Если ты любишь, то ты делаешь по максимуму. Ты не делаешь минимально, чтобы не получить какое-то наказание. Поэтому если у тебя есть отношение с Богом, ты любишь Его, ты делаешь всё по максимуму, делаешь это с удовольствием, делаешь с радостью. И Бог ведь не хочет, чтобы мы только выполняли. Он хочет, чтобы мы были счастливы от того, что мы выполняем. И, наверное, счастье, когда ты что-то делаешь не по принуждению, не по привычке, не из-за страха, а делаешь это из любви. И, наверное, семейные обязанности, отношения, когда в основе любовь, то это легко. Наверное, об этом Иисус говорил, что бремя моё лёгко. И бремя закона может быть лёгко только для тех, которые любят. Хотят, хотят это сделать. Да, если любите, соблюдите мои заповеди. Но если человек не любит Бога, а любит себя и боится наказания для себя, и он какие-то предписания религиозные, нравные пытается соблюдать, то он это делает, принуждая себя к этому, как обязанность, из-за страха или из-за чего-то другого. И это тяжёлое бремя, и он несёт его, потому что думает о себе. Когда вы сказали о бремени, мне пришла буквально сейчас эта идея, что есть, к сожалению, в нашем мире, когда над какой-то женщиной проявляют насилие, она беременна, она обременённая становится, она носит этого ребёнка от насильника, но она несчастлива, потому что это произошло не по любви. И совсем другое, когда это происходит в семье, и она ждёт ребёнка, это совсем по-другому. То есть тот же самый процесс происходит в организме, но счастье, ощущение, ожидание ребёнка, оно происходит по-другому. Говорят о том, что... И вы не навязали ей это, она этого хотела, и это действительно... Поэтому, наверное, правильно сказать, что мы соблюдаем закон не для того, чтобы спастись, а потому что спасены Господом, любим Бога, ценим это, и выражают свою любовь в отношении к тому, что он сказал и что записано. Бытует мнение о том, что правила, законы отражают характер правителей, того, который эти законы, предписания даёт. Скажите, как это можно применить к Божьему закону? Какие качества, присущие самому Богу, можно увидеть эти качества, отражения в его законе? Ну, когда мы с вами в самом начале говорили о субботе, о том, что она указывает нам на Творца, Бог — автор. Он наш автор, и Он автор закона. Если Он автор закона, значит, все принципы, которые изложены в этом законе, они отражают характер автора этого закона. И по-другому быть не может. Даже в человеческом плане, если мы возьмём, или в человеческом обществе, всё равно нрав, потому что мы говорим, закон — это нравственный закон, а Он выражает нрав того, который Его издаёт или который Его публикует. То же самое можем сказать о Боге. Он выражает свой нрав в нравственном законе, свой характер благодаря этому закону. Вот в книге «Послание к римлянам 7.12» написано «Закон, он Божий свят, заповедь свята, праведна и добра». То есть вот эти качества, которые здесь, как бы, кажется на первый взгляд, которые присущи закону, святость, праведность, доброта, фактически это качества, которые принадлежат Богу. Ещё есть один библейский текст, который говорит, любовь есть исполнение закона. Кто любит, тот исполняет. Бог есть любовь, и поэтому его закон — это проявление или выражение его любви в конкретных каких-то моментах, в конкретных каких-то делах. Выражает ценности того, кто его издаёт, отношения. Поэтому если заповеди, которые нам не нравятся, обычно нам не нравятся заповеди, которые начинаются с отрицания. Не убей, там… Где доброта и радость в том, чтобы ограничили твою свободу. Поэтому так хочется тебе забрать у кого-то, а заповедь говорит, ты не должен брать то, что не принадлежит тебе. Кто-то, даже, наверное, не один человек, а кто-то попытался эти заповеди точно так же выразить, но в положительном ключе, потому что оно как бы в запретном ключе представлено. Не кради, не убей, не прелюбодействуй, на самом деле выражает ценности, которые Бог пытается передать при помощи этого закона. К примеру, не убей, подчёркивает ценность жизни. Если ты любишь, ты ценишь не только свою жизнь, но и жизнь другого человека. Или не кради, когда ты уважаешь право собственности не только своё, но ты знаешь, где граница есть, и то, что не принадлежит тебе, ты уважаешь. И можно так продолжать… Не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй, да. Это означает «сохраняй супружескую…» И ценность семьи. Ценность семьи, да. Супружескую верность, которая в конечном итоге вернётся благословением для тебя, потому что ты сохранишь и свою семью, и в чужую не полезешь, не разрушишь чужую семью. То есть… И ты будешь примером для детей, которые смотрят на… Да-да, для следующего поколения. Для следующего поколения. Потому что сколько бы мы не учили наших детей, но если сделали плохое, они это скопируют. Или если сделаем хороший, хороший пример покажем, они будут копировать тот хороший пример. Будем примерами для следующего поколения. Таким образом, в каждой западе мы можем увидеть отношения к Богу и к родителям, и к жизни, и к собственности, и к семье, и к отношениям человека, и как он относится ко времени, которое он хочет провести с человеком. То есть мы можем увидеть, что Бог добрый, Он любит, и Он хочет, чтобы мы были счастливы. То есть эти законы, предписания, они даны для счастья человека. Недаром мудрый Соломон, который искал счастье в финансах, в материальных, в женщинах, в развлечениях, он понял, что сущность всего в том, чтобы человек соблюдал заповеди, потому что в этом все. Но некоторые говорят о том, что разве нет заповеди, которые утратили свой смысл? Разве нет тех законов и правил, о которых написано в Ветхом Завете, которые после смерти Христа утратили свою актуальность? Наша же общая тема — это великая борьба. И вот в этой великой борьбе противник Божий пытается так замешать разум человека, чтобы он не делал разницы между нравственным законом и церемониальным законом. Говорит, это одно и то же. И везде человек, где читают о церемониальном законе, он думает, что это также относится и к нравственному закону. Я помню, мне один человек объяснил, это очень просто, я это запомнил навсегда, и хотел бы сейчас тоже с этой мыслью здесь поделиться. Как понять, какой закон утратил свою силу или свое действие, так скажем, и какой закон продолжает оставаться в силе сегодня и всегда будет? И он сказал так, нужно посмотреть происхождение или начало происхождения закона, тогда ты поймешь, какое закончил свое действие и какое нет. Если говорим о нравственном законе, он существовал до грехопадения, до грехопадения, поэтому он будет существовать и после грехопадения, после как закончится история искупления и грехопадения. А нравственный закон начал свое существование с момента грехопадения, потому что он должен был человека направить к тому, кто придет. Церемониальный. Церемониальный, да. Я сказал нравственный. Прошу прощения. Да, я и для наших слушателей тоже хочу исправить это слово, потому что церемониальный начал тогда, когда свое существование, тогда, когда произошло грехопадение, потому что у него была цель ввести людей к Спасителю. И когда Иисус умер на Голговском кресте, исполнилось предназначение этого церемониального закона, и таким образом его существование или его действие прекратилось вместе со смертью Иисуса Христа. Но он для этого и умер, чтобы показать, что нравственный закон остается в силе и после его смерти. Спасибо. Потому что он когда еще жил, после того, как он воскрес, он еще находился со своими учениками на нашей земле. И сколько он в это время жил, он цереминальный закон не выполнял, но жил по нравственному закону дальше, так как оно и было до сих пор. Говоря о книге Откровения, на наших встречах, в рамках передачи, мы упоминали весть трех ангелов и весть первого ангела содержит призыв к людям поклониться Богу как тому, который сотворил и небо, и землю, как Творцу, потому что наступил час суда. Мы исследовали различные библейские порочества, говорящие о том, что это уже наступило, и насколько важно, актуально сегодня признать Бога как своего Творца. В чем может быть выражено поклонение человека Богу как Творца? Что это значит поклониться Ему как Творцу? Библия сама отвечает на этот вопрос. В книге Экклисия с 12 главе в 13 стихе написано «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Бог есть Творец, Бог есть Творец и нашей земли, и нас, и закон, который Он отдал для нас на нашей земле, который мы должны соблюдать. И мы должны относиться к Богу и к Его закону так, как мы относимся к Нему, потому что Он нас так возлюбил, что и Сына отдал, потому что Он хочет, чтобы мы были спасены, чтобы мы жили вечно, чтобы та великая борьба, которая сейчас идет на нашей земле, чтобы она закончилась. И победителем были люди не на стороне сатаны, а на стороне Бога, и чтобы они могли жить с Богом дальше вечно. Поклонение означает явно показать, на чьей ты стороне. То есть кому ты поклоняешься, ты открыто, явно показываешь, я его приверженец, я его последователь. Поэтому все, что ты делаешь, ты должен этим показать, что ты на Божьей стороне. И если Он говорит, вот этот день является знаком или знамением, указывающим на твою приверженность, поэтому соблюдая субботу, ты показываешь, что ты вот именно приверженец. Потому что есть люди, которые, как вы говорили в самом начале, соблюдают какой-то другой день, указывая на то, что, ну, не важно, главное, какой-то день, чтобы был для соблюдения. Но то, что я не сам выбираю, не сам себе назначаю, не сам себе определяю, именно это показывает приверженность. Я не моделирую Божьи заповеди под себя, а показываю свою приверженность тем, что я придерживаюсь именно так, как этого ожидает от меня Бог. Вопрос поклонения. Настолько важной в великой битве что в книге «Откровения» говорится о том, что дьявол стремится, используя разные рычаги, разные обстоятельства, заставить, чтобы люди поклонялись ему. 13 глава книги «Откровения», 4, 8, 12, 15 тексты, говорят о всех усилиях, которые предпринимаются, чтобы подчинить человека, его волю тому, чтобы человек поклонялся не Богу, а признал авторитет и предписание другой силы. Как вы думаете, почему столько усилий, направленные со стороны дьявола, чтобы человек поклонялся этим силам тьмы и зла? Все, конечно, кроется в его желании быть подобным Богу, и он с этого начал, зайду на высоту облачной, буду подобен Всевышнему. То есть это борьба за людей или за других разумных существ, которые бы выбрали его. Причем любой ценой, как вы уже подчеркивали, вот это заставляет, когда мы читаем «Откровение» 13 главу, там написано «принуждает». И как сегодня очень распространенное это высказывание, когда мы смотрим новости или слушаем новости, санкции, пакет санкций, пакет санкций, постоянно повторяется эта мысль. Когда мы читаем «Откровение» 13 главу, там и не покупать, и не продавать, потом уже санкции лишения свободы или санкции уничтожения, которые есть в нашем мире. И он тоже, то есть его рычаг любой ценой заставить или принудить разумных существ стать на его сторону. Это давление. В отличие от сатаны, Бог тоже хотел бы, чтобы все ему поклонялись. Это тоже его цель, чтобы склонить людей на свою сторону. Но он это делает не теми же методами, не теми же путями, которые делает сатана. Не по принуждению, но по любви, по добровольному желанию разумных существ. Почему говорю «разумных»? Потому что есть и люди, есть и ангелы. Да, Бог вот таким способом желает достичь поклонения себе. Если мы говорим о дьяволе, который использует экономическое давление, угрозы, чтобы человека починить, чтобы он изменил свои религиозные убеждения и какие-то поступки, то Бог, который дает возможность добровольно принимать решения, кому поклоняться, какие использует Бог инструменты, чтобы помочь человеку в принятии решения, кому поклоняться, как поклоняться, что необходимо, что человек мог принять решение, что нужно, чтобы человек был истинным поклонником. Потому что кто-то получает информацию о поклонении, о религиозном поклонении и нормах от своих родителей, от своих бабушки, дедушки, от общества. Как знать, верно или нет? Неоднократно я видел такие ролики или видеосюжеты, когда какой-то зверь попал в ловушку, там, допустим, ногу, там капкан, лапу, вернее, в капкан охотника попал, и кто-то другой находит этого зверя, и он ему пытается помочь, выбраться из этого, но этот зверь не понимает, он в этом человеке намерен, да, он видит в нем, и так поймал лапу в этот капкан, и еще кто-то хочет, и он хочет его схватить и освободить. Вот вы задали вопрос, а как Бог? Вот самое большее, наверное, у Бога уходит и времени, и терпения убедить человека, что он хочет ему добра, убедить человека в том, что все его действия, они направлены на благо человеку и на попытки вытащить из этого капкана греха. И только когда животное успокаивается и понимает, этот человек пришел меня на самом деле освободить, он расслабляется, позволяет это сделать, и потом становится после этого свободным. Вот это желание Бога, Его любовь и желание нас спасти, наверное, оно должно успокоить наше сердце, что даже если таким образом Бог все равно прикасается ко мне, но не для того, чтобы вред, для того, чтобы меня спасти. Спасибо. Наверное, и у родителей подобная такой вызов и дилемма, когда передают своим детям какие-то принципы, какие-то нормы, нравственности, которые они хотят привить, и дети сопротивляются, не хотят, и ты боишься перегнуть, потому что это может вызвать протест, но при этом ты понимаешь, что жить по этим принципам для твоего ребенка это добро, нарушать эти принципы для него это зло, но как хочется и какие ты принимаешь усилия, чтобы он это сделал сознательно, добровольно, не под принуждение, не потому что рядышком отец или мать, а потому что это действительно его выбор, и это ему дает добро. в нашей семье есть двое ребят, которые уже повзрослели, но когда они были помельче, мы всегда вместе проводили очень много времени, и когда ребенок маленький и где-то еще не совсем начал ходить или не совсем умеет хорошо бегать, но он хочет, потому что он растет, и он хочет быстрее догнать или быстрее что-то сделать, и мы идем рядом и говорим дай мне ручку, я тебе помогу, нет, я сам, нет, я сам. У ребенка как бы ребенок чувствует, что он растет, что он, я смогу, я все сделаю, но когда падает ребенок, он учится на своих ошибках, он встает, и мама, папа утешает его, потому что ему больно, помогает ему вставать, дальше он растет, и уже появляются не просто такие моменты, когда ты можешь просто упасть и пораниться, а бывают душевные раны, которые ребенок получает во время каких-то моментов, но когда мы общаемся с детьми, говорим с ними и имеем опыт в каких-то маленьких вопросах, когда мы общаемся с ними, в маленьких каких-то моментах, когда будут какие-то серьезные вопросы, или мы будем учить детей каким-то серьезным принципам их жизни, будем показывать на самом деле, к чему это приводит, на опытах и на своих, и на других опытах, тогда они по-другому будут все это воспринимать, потому что есть опыты до этого, есть отношения, но когда нет отношений, мы говорим, нет, не трогай там, потому что будет плохо, или не делай этого, или не ходи туда, и это будет восприниматься не как что-то хорошее, а будет восприниматься, мне запрещают сделать что-то приятное для меня, а запрет всегда побуждает желание, но когда есть отношения, оно помогает детям понять, да, может быть, мне сейчас очень хочется, но если я не сделаю, будет лучше для меня. Спасибо, таким образом вопрос великой борьбы это тоже может быть вопрос отношений, отношений к Богу или его противнику, доверия, кому ты доверяешь, доверяешь тому, с кем у тебя есть отношения, а что значит доверяешь, это значит признаешь авторитет тех предписаний, которые дает тот или другой личность, которому ты доверяешь, вопрос поклонения это тоже признание авторитета, авторитета закона Божьего, его воли, священного Писания, и каждый человек должен определиться в своей жизни, кому поклоняться, кого слушать, чей авторитет для них важнее, авторитет общества или авторитет Бога, авторитет людей, которых ты любишь, твоих родственников, или авторитет священного Писания. Какие, Библия говорится о группе людей, которые отказываются поклоняться дьяволу, несмотря на то, что есть и угрозы, и санкции, экономические труды, они отказываются. Что говорит Библия о характеристике, о признаках, о качествах, те, которые решают поклоняться Богу? Что их характеризует? 14-12 написано о том, что их характеризует, две характеристики основные, это вера в некоторых переводах в Иисуса, в некоторых переводах вера Иисуса, и вторая характеристика, и те, которые соблюдают его заповеди. Конечно, те, которые имеют веру Иисуса, они имеют веру в Иисуса, что невозможно верить Иисусу, если ты не веришь в его существование. Но второе, то есть вера Иисуса намного глубже, чем просто вера в его существование. Поэтому это доверие Иисусу, он имеет такое доверие Иисусу, какую веру и доверие Иисус имел в своего небесного Отца Иисус, когда жил на нашей земле. То есть они подражают в вере Иисуса. И, соответственно, результатом будет соблюдение его заповедей. Мне нравится в книге Откровения, вот мы читали из 14-12, там где-то выше, если я не ошибаюсь, в пятом тексте написано так, это те, которые идут за Агнцем, куда бы он ни пошел. Куда бы он ни пошел. Иногда наши жены, но они нас не совсем хорошо знают, но иногда они в своих мыслях могут сказать так, я за тобой, куда, хоть на крае света. Хотя мы люди грешные, можем не туда пойти, но все-таки они этим выражают доверие, они идут за нами, куда мы идем, туда они идут. Но теперь, когда мы говорим вера Иисуса, они идут за Иисусом, куда бы он ни пошел, они доверяют ему так беспредельно, неограниченное доверие, что они готовы последовать за ним, куда бы он их ни пошел. Как ребенок, которого ведешь за руку, он спокоен, его рука в руке его родителей, он идет куда-то его ведет. Если соблюдение заповеди, результат того, что человек имеет веру Иисуса, то в чем секрет, где иметь, как приобрести, как иметь такую веру в Иисуса? Веру в Иисуса или веру Иисуса? Веру в Иисуса. Но веру в Иисуса и бесы веруют и трепещут. А вот, чтобы иметь веру в Иисуса, вот это доверие к Господу, это откуда это можно? Смотрите, когда, это, конечно, другая тема, но когда мы говорим есть Бог Отец, есть Бог Сын, Бог Дух Святой, то есть истина о триедином Боге, кто-то сказал так, и это правда, что они равны между собой, но почему-то вот есть вот эта роль Отца, Сына в их взаимоотношениях. И кто-то сказал, мне понравилась эта мысль, Иисус пришел, чтобы стать Сыном и показать, как Сын относится к своему Отцу, который является их Богом. Поэтому я думаю, что следя или изучая жизнь Иисуса Христа, как Он жил, как Он относился, как Он вел себя, как Он молился, как Он советовался с Небесным Отцом, вот это может быть для нас источником и вдохновения, и образцом вот этой модели вот этих взаимоотношений. То есть это видно, и ты можешь этому подражать, изучая жизнь Иисуса Христа. Спасибо. Дорогие друзья, Библия, Священное Писание, это книга, которая открывает нам Бога, Его характер, Его отношение к нам и пример того, как мы можем и должны относиться к Нему. В великой битве, которая происходит сегодня между Богом и дьяволом, каждый из нас должен принять решение, на чьей стороне мы будем. И это не только внутреннее решение, но это влечет за собой и перемены в нашей поседневной жизни, в тех решениях, которые мы принимаем. Вера, оно в сердце, но наша жизнь это наши дела. И то, кому мы поклоняемся, видно, потому, чей авторитет мы, авторитет каких законов и предписаний мы воплощаем в своей жизни. Сегодня мы призываем каждого из вас, дорогие друзья, выбрать Господа как того, кому единому можно поклоняться. Призываем вас признать авторитет Священного Писания как основание для своей веры и для своей жизни. И пусть добрый Бог дарует каждому из нас силы Духа Святого, чтобы то, во что мы верим, то, что мы знаем и читаем, мы могли воплощать в своей повседневной, постоянной, практически христианской жизни. Об этом приглашаю, чтобы мы вместе молились. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что мы Твои дети. Может быть, мы не всегда похожи на Тебя и на те ожидания, которые есть у Тебя от нас, но мы благодарим Тебя, что Ты открыл нам Свою любовь в жертве Иисуса Христа и благодарим, что Ты открыл нам Себя посредством Твоего закона, Твоих заповедей. Господи, благослови, чтобы каждый из нас взирал на Иисуса Христа как на образец Сына, который был послушен Своему Отцу. Благослови нас, Господи, чтобы мы ходили в Твоих заповедях, в Твоих постановлениях, не потому, что другие нас осудят, но потому, что мы любим Тебя и мы хотим жить так, как Ты нас научил. Благослови нас, Господи, чтобы мы, следуя заповедям Твоим, уже здесь, в этой земной грешной жизни могли почувствовать счастье, настоящее счастье быть Твоими детьми. Благослови, Господи, чтобы здесь, за этот короткий промежуток времени нашей жизни, который Ты даешь каждому из нас, мы могли бы научиться слушаться закона Твоего, которому мы будем слушаться и всю вечность. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны за то, что вы были внимательными слушателями и участниками сегодняшних исследований. Искренне желаем Божьего благословения, Его особой любви в ваших сердца, в ваших отношениях, его мира и защиты. Всего доброго, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok